Всегда хотелось иметь что-то свое, и тот опыт, какие-то навыки в открытии, в основном в рознице работал, в открытии магазинов, планирование открытия, запуске торговых точек. Этот опыт применить все-таки для себя, чтобы не кто-то получал результат, а взять на себя. Индивидуальные предприниматели – это те, кто работают своими руками. Те, кто из абстракции бизнес-модели делают, например, реальный свежевыпеченный хлеб. Или, как наш герой Илья Ривкин и его компаньон, ароматный кофе в дорогу. Причем на 100 рублей здесь дадут и напиток, и две слойки в придачу. Ничего, в общем, особенного в таком бизнесе, однако небольшие креативные проекты составляют впечатление и настроение горожан и гостей. Я много ездил по России, по городам, и заметил, что именно не в центральных городах, а в региональных стали появляться что-то подобное. Именно в центре города небольшие какие-то, либо в доме окошко. Тейпы в Москве тоже стали появляться, именно формат кофе с собой, который в Европе, в Америке уже давно-давно прижился. Кофеин у нас много, а вот именно психология, что там идти и взять кофе с собой, она еще как бы не выработана в России. А как показывает практика, люди этого хотят. Сама идея вот именно в таком формате, именно киоска, стаканчика пришла, потому что решили, просмотрев стоимость каких-то готовых павильонов, решили делать его сами, своими силами. Там подключили каких-то знакомых, которые за деньги, но за более-менее адекватные, согласились в этом помочь. Ну и решили, просто раз продаем кофе, постараться сделать именно стаканчик цилиндрической формы, подобие крышечек. Ну вот так вот. Илья с напарником работают посменно. Открывают в 9, закрывают, когда в 6, когда в 8. Тут многое от клиентов зависит, и меньше, чем за год работы, появились даже друзья. Кто в первый раз относится с недоверием неким, потому что далеко, скажем так, от Москвы, непонятное сооружение. Цена, скажем так, для такого кофе, она нормальная, но человек, наверное, воспринимает, что здесь растворимый кофе, и он должен стоить там 20-30 рублей, но те, кто пробует, они довольны. Ну, объясняют, что зерновой, свежесваренный, вкусный. Здесь мы мусор с собой увозим просто на машине. Ну, его на самом деле очень мало накапливается, потому что там стаканчики забирают обычно с собой. Отходов кофейных очень мало. Их иногда забираем домой для женских масок различных, для огорода. То есть, ну, как-то здесь за 2-3 дня набирается неполный мешок, его с собой увозишь, и все. Бизнес-модель довольно проста. Илья говорит, что самым дорогим стало изготовление киосков. Помогали друзья. Одноклассница отрисовала фирменный стиль от ценника до киоска. Вкладывали свое, частично привлекали заемные средства. И первая точка обошлась около 400 тысяч рублей. Вопреки стереотипам, о которые разбивались куда более серьезные предприятия, официальные кабинеты оказались вполне открытыми, что, несомненно, вдохновило. В Истринской администрации только сейчас началось общение. На удивление, опять-таки, очень позитивное. Как-то, ну, не знаю, я все-таки там молодой, но еще родился, грубо говоря, в Советском Союзе. И сложилось такое впечатление, что все, что государственное, это очень такое неповоротливое, сложное, очень долгое. Первое вот такое обратное впечатление, это вот именно было в Химках в администрации, когда там подал заявление, и люди стали общаться, вот предлагайте варианты, там на постоянку не получается, ну, давайте так, там вот на ярмарку вообще бесплатно, оставьте, там торгуйте, то есть, там, давали свои мобильные, там, им мог звонить, там, в 7 вечера, там, после 6. Ну, именно такое было общение, как будто это не госслужащие, а как будто это, ну, какая-то другая, там, компания, и у нас какой-то общий интерес. У них, там, организовать ярмарку красиво, у меня, там, заработать деньги и их не подвезти. То есть, ну, в первую очередь, конечно, есть там определенная, там, бюрократичность, там, процедуры, сроки, вот, но первое впечатление, ну, вот, что за этот год для себя открыл, то, что, наверное, действительно очень многие вещи меняются в плане именно открытости и поддержки, там, для каких-то новых начинаний, если действительно видеть, что какая-то идея интересная. У нас именно цель открыть одну, потом вторую, третью, как бы, и вот в таком ключе, как бы, если брать именно отдельную точку, то, ну, вот, целевой поток, там, 40-50 человек в день, чтобы средний был за месяц, то, ну, при таких показателях, опять-таки, там много условностей, там, продавец, там, сам будешь сидеть с продавцом, там, как бы, ну, грубо говоря, за год при такой проходимости она окупится. Если будут выстреливать, там, дополнительно какие-то дни, там, праздники, там, майские, там, еще какие-то, где такие свечки будут, то это только окупаемость может быть, там, 10 месяцев. Реально, как бы, сейчас это экономические целесообразности, можно так сказать. Если сейчас-то какие-то там, ну, я надеюсь, что этого не будет, какие-то ограничения на ввоз кофе будет, как бы, поскольку это основной продукт, и он реально подорожает, то здесь уже никуда не денешься, придется и цены поднимать. Как это часто бывает, подобный бизнес существует пока почти как хобби. Еще сложное без основной работы прожить. Конечно, помогает семья, тем более, что и у сестры Ильи, Лии, свое очень теплое и душевное дело. Она придумывает нестандартные развивающие площадки для детей. Вообще, ну, вся семья, мы из Самары. Но вот у меня первая сюда сестра переехала, уже, наверное, лет 10 или больше прошло. Ну, и уже достаточно давно на этот дом они купили, его отремонтировали. Сначала в Москве жили, потом переехали сюда лет 5 или 6 уже. Мы здесь большую часть времени тоже сейчас живем. Ну, вот сейчас в таком поиске, понимании, что-то свое покупать, не свое, подождать. Ну, то есть, грубо говоря, мы все переехали из другого города. Ну, вот сейчас так получилось, находимся здесь. Сестра тоже там занимается своими делами, тоже здесь, в общем, здесь обитаем. Такие предприятия даже не малый, а микробизнес. Официальные рамки для них – выручка, не превышающая 60 миллионов рублей за год без учета НДС. Прикажущейся смехотворности налоговых поступлений в районный бюджет пользу предпринимателя приносит огромную. Снимают заботу об облагораживании прилегающей территории. Дайте возможность работать такому киоску в сквере, например, сразу плюс всей пешеходной зоне. Предприниматели участвуют и финансово, и организационно в формировании облика города – дружелюбного и яркого. Конечно, и контроль необходим. Нестационарные торговые точки – головная боль области. Но вопрос-то всегда в том, насколько каждый конкретный киоск уместен. Так что вопросов для возможного диалога предпринимателя Ильи Ривкина и его компаньонов с районной и городской администрацией много. Главное, чтобы хорошие начинания не исчезали в ворохе бумаг и согласований. Елизавета Семерякова, Денис Лесиков, Сергей Иншаков и Странет.ТВ Пожалуйста. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова